Для одних праздничный выходной, для других напряженный рабочий день. С самого утра сотрудники полиции в День Победы на боевом посту, чтобы никто и ничто не омрачало красоту праздника. 9 мая в Ставропольском крае пройдет более 600 праздничных мероприятий. В каждом из них участвуют сотни и даже тысячи людей. Чтобы обеспечить безопасность, кинологи со служебными собаками заранее проверили все массовые места. Для надежности устанавливают металлоискатели и организовывают пропускной режим. Перекрывают центральные улицы города для безопасности пешеходов. К охране общественного порядка будут привлечены добровольные народные дружины, представители казачества, слушатели Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, работники частных охранных предприятий. Главное управление МВД России по Ставропольскому краю обращается к жителям и гостям региона с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и пропускному режиму, а также проявлять бдительность. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно информировать об этом ближайшие наряды полиции или обращаться по телефону 02 или 102 с мобильного телефона. Наряды Ставропольской полиции, которые будут нести службу в праздничный день, прошли инструктаж по вопросам безопасности и пресечения возможных правонарушений. Там объяснили оперативную обстановку на территориях, определили задачи, обсудили особенности несения службы на каждом маршруте. Стражам порядка в очередной раз напомнили о том, что общаться с людьми нужно вежливо и по возможности оказывать любую помощь гостям и жителям краевого центра. Провести мероприятие на таком уровне, чтобы никто не усомнился в том, что сотрудники правоохранительных органов Ставрополя в любой ситуации способны обеспечить охрану общественного порядка. Мы должны быть предельно концентрированы, мы должны быть предельно внимательны и мы должны достойно выполнить возложенные на нас обязанности. По статистике, 9 мая – один из самых аварийных дней на дороге. Автопробеги и катание на машинах, как способ праздничного досуга, нередко заканчиваются на больничной койке. Самая частая причина аварии – несоблюдение дистанции. Бывают даже случаи падения из окна во время памятного выезда. А нередко водители садятся за руль после фронтовых 100 граммов. Госавтоинспекция Ставропольского края настоятельно рекомендует не организовывать стихийные автопробеги и не нарушать правил перевозки пассажиров, не катать их на открытых окнах, в багажниках и так далее. Соблюдать дистанцию, соблюдать скоростной режим. 9 мая – великий праздник. И каждый хочет получить от этого дня хорошее впечатление. Поэтому не стоит забывать о мерах безопасности и правилах правопорядка. С Днем Победы! Екатерина Сегеда, Владимир Ходорев, Евгений Пастухов. Ставропольское телевидение.